В эфире служба новостей Саров 24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Итоги прошедшего года и планы на будущее глава города Александр Тихонов провел пресс-конференцию. Здравоохранение в Сарове. Главный врач КБ. 50. Сергей Оков ответит на вопросы саровчан. Операция автобуса. Стражи дорог. Проверили городской общественный транспорт. Далее расскажем обо всем подробно. Участие парка Сосина в конкурсе благоустройства малых городов, утилизации твердых коммунальных отходов, праздничное оформление города и средняя заработная плата саровчан. Глава города Александр Тихонов провел традиционную пресс-конференцию. На встрече с журналистами Александр Михайлович подвел итоги прошедшего года, обозначил основные проблемы и перспективы развития. В своем выступлении Александр Тихонов затронул показатели социально-экономического развития города. По его словам, в прошлом году средняя заработная плата в Сарове – более 55 тысяч рублей. Для сравнения, в 2017 году она составляла 51 тысячу. Зафиксировано снижение числа безработных. Также речь шла о реконструкции и строительстве новых объектов, связанных с образованием. 1 сентября 10-я школа должна быть сдана. В конце этого года должно начаться строительство 11-й школы. Новый детский сад 44-й тоже в планах. 1 сентября, который около кинотеатра «Россия». Межшкольные стадионы мы договорились с администрацией. Движемся. Этот год 16-я школа, затем 7-я, затем 13-я. Один из самых проблемных вопросов, которые долго обсуждали в конце прошлого года – обеспечение школьников горячим питанием. В 90-х годах бесплатные завтраки всем и обеды некоторым категориям детей ввели, когда родителям месяцами не платили заработную плату. Но даже когда проблемы с задержкой зарплаты остались в прошлом, бесплатное питание не отменили. В прошлом году, например, завтраки стоили города около 86 миллионов рублей. И органы местного самоуправления вели большую работу, чтобы их сохранить. Я лично выезжал в Министерство финансов Российской Федерации, беседовал с начальником департамента межбюджетных отношений на эту тему. До этого выезжал глава администрации с другими главами, зато Минфин не собирается отступать от этой позиции. И поэтому все вещи продолжения финансирования – это будет считаться нарушением бюджетного законодательства. Тем не менее, найдена возможность сохранить завтраки до конца учебного года. К сентябрю планируется определить ряд категорий, которые, возможно, будут получать бесплатное питание. Также на встрече с журналистами речь шла о содержании и очистке новой дороги от КПП номер 4. Пока дорога на балансе подрядчика, он же отвечает и за своевременную очистку участка до поворота на Кременке. Сегодня уже техника вышла, она должна чистить по окончании пяти часов после снега. Техника утром вышла, расчистка идет. Все знаки, кстати, установлены. За другим участком до Глухого следит другая фирма. Глава города пообещал проработать с представителями этой компании вопрос своевременной очистки дороги. В этом году выделены деньги на строительство дороги до Первомайска. Дорога Лихачи-Суворова включена по планам правительства области на 2020 год. Главврач КБ-50 ответит на вопросы горожан. В эфире канала 16 состоится прямой эфир с Сергеем Оковым. Сергей Борисович ответит на самые острые и актуальные вопросы о медицинском обслуживании в Сарове. Если вам есть что спросить, звоните по телефону редакции. Подробности далее. В конце января на канале 16 состоялось интервью с главой города в прямом эфире. Тогда свои вопросы смогли задать несколько десятков саровчан. На те вопросы, что не прозвучали в эфире, Александр Тихонов готовит письменные ответы. В ближайшее время мы опубликуем их в нашей официальной группе ВКонтакте, а также на сайте саров24.ру. Было много отзывов и вопросов в прямой эфир. Поэтому мы решили не откладывать в долгий ящик и организовать очередное интервью в прямом эфире. На этот раз гостем студии станет главный врач КБ-50 Сергей Оков. 19 февраля в прямом эфире в рамках программы «Актуальное интервью» он ответит на все ваши вопросы. Мы уже принимаем вопросы по телефону редакции 601-31. Этот же номер будет доступен и во время прямого эфира. Почему именно Сергей Борисович? Нам очень часто звонят в редакцию с вопросами по качеству медицины, по медицинскому обслуживанию. И так или иначе мы все обращаемся к врачам, и эта тема касается каждого из нас. Особенно в период эпидемии, болезни ОРВИ. Поэтому мы предложили Сергею Борисовичу прийти к нам в прямой эфир, и он любезно согласился. Прямой эфир с Сергеем Оковым на канале 16. 19 февраля, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главному врачу КБ-50. Центр поддержки предпринимательства приглашает саровчан на бесплатный семинар по теме юридические тонкости введения бизнеса. Об особенностях договорных и имущественных отношений всем желающим расскажет практикующий юрист и бизнес-консультант Татьяна Варнавина из Нижнего Новгорода. Семинар пройдет 12 февраля в ЦПП. Начало в 12 часов дня. Более подробную информацию можно получить по телефону 992-63. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комитет по управлению муниципальным имуществом продолжает прием заявлений на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья. Обращения от граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся на улучшении жилищных условий, будут принимать до 15 марта. Кроме того, до 31 мая можно подать заявку на включение в программу обеспечения жильем молодых семей. В Сарове пройдет горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Звонки будут принимать в пятницу 8 февраля с 8 до 15 часов по телефону 390-78. Напомним, в Сарове с начала февраля увеличила заболеваемость ОРВИ и гриппом. В некоторых классах, школах и группах в детских садах объявлен карантин. 17 февраля по случаю Дня православной молодежи в Саровской православной гимназии пройдет Сретенский бал. Гостей ждут танцы, в том числе полька, шапилуа, сорок тайм и кадриль, а также игры, творческие номера и многое другое. Начало в 16 часов. В нашем городе открылось предприятие, которое стало первым резидентом территории, опережащего социально-экономического развития. Оно будет специализироваться на создании программного обеспечения. Открытие новой площадки в рамках ТОСЭРа позволит создать на территории города до 80 новых рабочих мест. Подробности в следующем репортаже. На предприятии трудятся 23 сотрудника. Специалисты занимаются разработкой программного обеспечения, усовершенствованием, добавлением нового функционала и продвижением своего продукта на рынок. Первый резидент территории, опережающего социально-экономического развития, занимается внедрением в нашей стране омниканальных коммуникаций. Когда все коммуникации бесшовны, живут они все в одной веб-платформе, и пользователь, общаясь со своими клиентами, то есть B2B-шный продукт, для него неважно, из какого канала придет коммуникация, ему неважно, в какой канал ответит. То есть он может принять звонок и одновременно с этим, с этим же клиентом начать чат в одном из мессенджеров. Предприятие специализируется на работе с крупными компаниями сфер страхования, ресторанного бизнеса, фитнес-центрами. Цель программного обеспечения – максимально упростить общение той или иной организации с пользователем. И сделать это с минимальными затратами человеческих ресурсов. Для того, чтобы стать резидентом ТАССР, руководство разработало бизнес-план, согласно которому после открытия компании в нашем городе появится несколько десятков рабочих мест. Нам нужны программисты, нам нужны программисты в определенном технологическом стеке. То есть мы пишем бэк на ПХП, мы пишем фронт на ангуляре и, соответственно, нам нужны именно они. Но зачастую в городе мы сталкиваемся с тем, что люди знают более тяжелые языки СИ и СИ плюс плюс и не хотят переучиваться. Компания начала свою работу с декабря 2017 года, а с 2018 активно набирала штат сотрудников. У резидентов ТАССР в Сарове есть неоспоримые преимущества. Это налоговые льготы и возможность использовать умные кадры закрытого города. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта выросло в регионе более чем на 30%. Сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 310 аварий с автобусами и маршрутками. За прошлый год в ДТП с общественным транспортом в области погибло 7 человек. В целях профилактики аварийности с участием частных перевозчиков и муниципального транспорта в нашем городе прошла операция автобус. На улице еще темно, но они уже на посту. День у сотрудников ДПС начался с рейда по соблюдению водителями маршрутных такси и автобусов правил перевозки людей. Как объясняют сами полицейские, рейд мера не карательная и задачи собрать как можно больше штрафов нет. Главная цель предупреждения ДТП с участием общественного транспорта. Техническую сторону, в соответствии с правилами дорожного движения, документацию водителя, комплектация автобуса, ремни безопасности пассажиров, самого водителя. Если это междугородние рейсы, то наличие тахографа, работоспособность его, состояние водителя. Водители, несмотря на нежелание встречаться с сотрудниками ГИБДД, к остановке на дороге относятся с пониманием. За жизнь и здоровье во время поездки ответственность несет именно водитель. Этим утром на дороге вместе с полицейскими был еще и старший инспектор госавтодорнадзора. По словам Анатолия Миронова, есть перечень нарушений, которые встречаются чаще остальных. Чаще всего встречаются нарушения, это проведение перед рейсом метаосмотра водителей и организация контроля техсостояния транспортных средств перед выездом на линию. Особое внимание инспекторы уделяют тем автобусам и маршруткам, в которых уже едут люди. Это дает возможность оценить соблюдены ли условия перевозки. Меры к нарушителям принимаются адекватной нарушению. При проверке транспортных средств на линии, если выявляются такие нарушения, составляется административный протокол на водителей и акт осмотра транспортных средств. Собирается как можно больше материала, который впоследствии проводится либо проверка вне плана, либо административное расследование. И уже привлекаются к административной ответственности должностные лица и юридические лица. По закону в случае нарушения водителям правил, связанных с перевозкой пассажиров, на него может быть наложен штраф от полутора до пяти тысяч рублей. А вот юридическим лицам в случае нарушения ПДД придется раскошелиться на сумму до трехсот тысяч рублей. Откуда произошел человек, как устроена природа и как работает техника? На эти и другие вопросы ответят участники глобальной всемирной просветительской акции Викторины «Открытая лаборатория». Она пройдет 9 февраля в СРФТ и будет посвящена Дню российской науки. Это не тест на точные знания формул и СРМ. Цель Викторины – дать возможность каждому человеку проверить, насколько его картина мира совпадает с научными знаниями. С каждым годом организаторы фиксируют все больше желающих стать на несколько часов лаборантами и погрузиться в увлекательный мир науки. В этом году лаба проводится в третий раз и планируется к участию 35 стран. Поэтому она в этом году будет проводиться не только на русском языке, но и на английском, на французском и других языках. В нашем городе лаба впервые откроет свои двери для саровчан. Площадкой для «Открытой лабораторной» выступил Саровский фистех. Каждый участник получит два бланка, в которых будет записывать ответы. Один он сдаст на проверку, а второй оставит у себя. После того, как пройдет время ответов на вопросы, зав. лаб – это сотрудник нашего института и еще один человек, не буду раскрывать его инкогнито, это пусть будет сюрпризом, разберут все варианты, расскажут, как правильно. «Открытая лабораторная» – это развлекательный проект, который позволит проверить свои знания о базовых явлениях жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. «Мероприятие позиционируется как лаборатория, где вы, как участники, будете выступать в роли лаборантов, у вас будет журнал «Лаборанта», и работать с вами будет «Зафлаб». Чтобы стать участником международной викторины «Опенлаб», нужно прийти 9 февраля в 411 аудиторию 2-го корпуса Саровского физико-технического института. Начало в 15.00. С собой нужно взять только ручку. Елена Грицко, Владимир Лисик, Александр Бальков, служба новостей, Саров-24. Чемпионат по шахматам среди служащих войск Росгвардии прошел в нашем городе. В соревнованиях приняли участие подразделения, входящие в состав Саровской дивизии. За победу боролись военные из Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. Победители определились по итогам семи туров в командном и личном зачете. Лучший шахматист отправится защищать честь дивизии на следующий этап соревнований. Сосредоточенные взгляды на хмуре НЛБ. Руки уверенные, не очень передвигающие шахматные фигуры. В актовом зале бассейна «Дельфин» прошел чемпионат по шахматам среди служащих войск Росгвардии. Сегодня у нас выступает 8 команд. Это все команды, которые у нас входят в состав нашего соединения. Это у нас воинские части здесь, на территории города Саров, находятся, а также за пределами Пензенской области, Ульяновской, Саратовской. Игорь Клюев на соревнования в Саров приехал из Саратовской области. Пройти отбор на первенство дивизии ему не составило особого труда. Мужчина занимается шахматами с пяти лет. Для него это не просто интеллектуальный вид спорта, а увлекательный досуг. Игорь признается, что многолетний опыт помогает ему в турнире. Мужчина объективно оценивает сложившуюся ситуацию на шахматном поле и просчитывает решение соперника на несколько ходов вперед. «Думать за три, за четыре, за пять ходов, за себя и за противника, что он может сделать, что ты сделаешь, и опережать его действия». Всего в первенстве дивизии приняли участие 18 человек. Всем им предстояло сыграть по семи игр. В этом году соревнования проходили по новым правилам. Начиная со второй игры, пары соперников отбирались так, чтобы за шахматным столом между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. «Мы должны выбрать трех, которые будут защищать честь дивизии на Приволжском военном округе. И поэтому мы должны сейчас определить самых сильных, определить команды по подразделениям, кто стал первым, и определить в личном зачете, кто как выступил». В конце февраля победители турнира отправятся в Саратов на чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова